Сразу хочу тебе сказать, стой! Не стоит закупаться вот этими автографами, которые вышли этой ночью. Да, Симпл красиво выглядит, золотая наклейка Пушка, Бит тоже самое, и многие ребята другие тоже выглядят потрясающе. Но почему сейчас не надо вообще рыпаться и ничего делать, в этом видео, конечно же, ты обо всем узнаешь. Кстати, если ты подпишешься, поставишь лайк и напишешь любой комментарий, заберешь вот эту М-ку в следующем видео. Поэтому я желаю тебе удачи, смотрим сейчас моего любимого спонсора и начинаем! СДТВ — это сервис по проведению турниров Counter-Strike Global Offensive, где ты можешь организовать свой турнир или принять участие с большим призовым фондом. Удобная система проведения турниров, быстрые выплаты выигрышей, а наличие игровых серверов и уникальных режимов не дадут тебе заскучать. Мы ждем тебя на sdtv.gg. Ссылка в описании. Начнем с самого банального. Почему сейчас такой дикий бум идет? Да потому что это новое. В Counter-Strike новое что? Вот тебе капсулы, вот тебе кейсы и давай, дружище, сюда деньги. В принципе, так это всегда и происходит и в данный момент сейчас то же самое. Вдобавок, сейчас все хотят золотого симпла, выглядит отлично, поэтому все скупают сейчас вот эти автографы, чтобы потом попытаться, естественно, выбить из капсулы вот этого симпла. У них не получается, они продают другие автографы, чтобы пробовать снова выбить этого симпла. А кто выбивает этого симпла, говорит, о, как-то быстро, мне легко достался этот симпл. В итоге они его сразу же продают и пытаются снова выбить уже не одного симпла, а целых двух. В итоге ничего не получается и ценник начинает медленно, но верно, на сами вот эти вот все приколюхи, все ниже, ниже, падать, 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 падать. Это всегда и везде, на самом деле, это в начале ажиотажа всегда будет все падать вниз. Поэтому сейчас, если ты хочешь купить, допустим, симпла, либо другую золотую наклейку, либо вообще что-то угодно ты хочешь купить, сейчас это невыгодно. Второй пункт, почему это невыгодно, тоже сейчас расскажу. Не отменяем того факта, что в данный момент, пока сейчас габенчик считает баблоны, он поймет, что все, как бы баблоны практически все высосал. Что нужно сделать? Па-бам! Там скидка, да, действительно, 75% бум, и все, что ты до этого закупал, думал, хорошая цена, все будет падать ровно на 75%, и ты поймешь такой, а что я не дождался? Да, возможно, такого не будет, как было недавно с операцией, да, все мы ждали скидки, в итоге скидок не было, ну, потому что у них было несколько рядов таких штук, они просто банально не успевали там эту скидку поставить. А почему сейчас они успеют скидку поставить? Ну, я тебе скажу так, что в ближайшее время нет никаких особо интересных турниров раз, никаких обновлений мы, в принципе, не ждем, потому что, ну, а какие могут обновления? Ну, да, выпустят еще один кейс, чтобы убить экономику самой операции, которая вот буквально скоро там, как скоро, еще половина операции, но она рано или поздно закончится, там этот кейсик выйдет. То есть, да, по сути, есть время на то, чтобы еще сделать скидки на вот этот мажор. Все просто, поэтому ждем скидок, но я уверен так. Потом, кстати, если вдруг скидки действительно будут, скажешь, Серега, хорош, красавчик, ну, понял, да? Поехали дальше. Третий вариант, почему действительно сейчас стоит чуть-чуть подождать, а потом задариться. Продолжу тему именно второго пункта, а когда выйдут скидки, будет абсолютно все же то же самое, что вот с пунктом 1. Все ринутся закупать, чтобы выбить симпла, чтобы туда-сюда, и вот, ну, посмотри, первые пункты, я там об этом все рассказал, и в момент скидок происходит то же самое. И параллельно еще все люди увидят, что сейчас реально хорошая тема, чтобы закупиться, они начнут продавать и другие предметы в своем инвентаре. Это означает, что минус 20-30% по всей торговой площадке также будет. И там, гляди, зимняя распродажа там, да. Короче, сейчас самая тема просто сесть на свои деньги, как скруч Макдак, и ждать момента входа. Когда будет скидка 75, ждешь ровно 2-3 дня, и сразу начинаешь сметать с полок все, как больной, как вот, помнишь, туалетная бумага, гречка, вот тоже было. Вот точно так же делать надо и здесь. И я буду лично это делать. Я котлету готовлю в районе 100 тысяч. Естественно, небольшая, но все же. И смотри, как я сделаю. Попробуй сделать так же, как я. Ровно как только ценник вырастет на 1.8, ну, практически в два раза, все сливай. Потому что большинство делает именно так. Они зарабатывают x2 и начинают сливать. А на этой чуть-чуть впереди рынка будь, продавай с коэффициентом 1.8, и все. С этого зарабатываю. Лично я так сделаю, после чего умножу свой капитальчик и перезакуплюсь в очередной раз теми наклейками. Это RMR 2020. Я там нашел очень много интересных таких штук. Что там можно закупить? Кстати, если тебе интересно, в комментариях прямо напиши RMR 2020. Что там вообще? Расскажи подробно. Я тебе расскажу, что буду брать, что буду не брать, что шлак, что не шлак и так далее. А когда я вот это все дело подниму, и после того, когда скуплю RMR, как я сказал, когда я скуплю еще добавок вот этот Stuttgolm, потому что очень сочные выглядят на самом деле все вот эти стикеры. Абсолютно все выглядит красиво. Это близкое к тому, что было на примере как раз Катовицы. Помните 2014? Вот то же самое вообще выглядит вообще бомбически. Поэтому сейчас это кажется, что дешевый шлак. Через пару лет ты будешь вспоминать Na'Vi. Это единственный раз, когда они взяли этот мажор. Поэтому как бы вот можно и прикупить этих наклейков. В общем, смысл понятен. Ценник будет расти, но не сейчас. Сейчас будет яма, и на этой яме можно заработать. А я тебе рассказал подробно в этом видео, как себя оберечь от того, чтобы не потерять деньги, и рассказал, как можно, в принципе, с этого еще баблишка поиметь. Поэтому с тебя еще раз повторяю, лайк, подписка, колокольчик, любой комментарий, забираешь вот эту мку в следующем видео. И я с тобой прощаюсь. Видео следующее уже совсем-совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok